Хронологию Ада Блистараза восстановили в Министерстве обороны Казахстана. 26 августа, в 18.45 минут, на базе инженерных боеприпасов регионального командования ЮГ произошло возгорание одного из хранилий. К локализации пожара немедленно приступили пожарные команды воинской части в составе трех расчетов. Дежурный по поисковой части сразу оповестил оперативного дежурного управления командующего региональными командами ЮГ и отделов чрезвычайных ситуаций Байзарского района. Всего для локализации пожара на первом этапе было предоставлено 500 человек, затем это количество уничтожилось в 2000, 31 единица военной техники и 24 пожарных машины Министерства обороны и Министерства чрезвычайных ситуаций. Но несмотря на приятные усилия пожарников, через час после возгорания в результате горения произошли первые взрывы. Всего произошло более 10 относительно небольшой мощности взрывов с различным интервалом времени. Но командованием регионального командования ЮГ в воинской части, Акиматом Жабылской области, с учетом возможных рисков для населения, были приняты все необходимые меры. Необходимо отметить, что на данной базе хранения хранились только инженерные боеприпасы. Часть из них была вывезена 2 года назад из города Арест. Инженерные боеприпасы отличаются тем, что при взрыве они не разлетаются на большие расстояния. Они взрываются на месте. Основным, так сказать, поражающим фактором может быть ударная волна. Самые опасные с точки зрения дальности разлета фрагментов боеприпасы находились на этой базе в небольшом количестве. И максимальная дальность разлета фрагментов в случае взрыва поставляет до 3 километров. Но на всякий случай, чтобы обезопасить жителей, было принято решение и жители трех населенных пунктов, от которых показал Акиматом Жабылской области, переместили в безопасное место. Трех населенных пунктов, которые находятся в радиусе 3 километров от места древних. В целом, поступают вопросы, как можно сравнить по мощности, произошедшие с событиями в Арысе. Должен ответить, что по количеству и по мощности инженерных боеприпасов в Арысе, здесь на Матрике Рафинер, объем порядка 7 раз меньше, чем в Арысе. В настоящее время ночью, когда отрывы и флотки не превратились, сейчас в лесу в Арысе происходит догадание, укрепление, остатки. Всем пострадавшим отказываться медицинской помощи, к сожалению, четыре военнослужащих при реализации последствий погибли, когда уходили председат, военный прокурор Южного региона, сержант по контракту воистового части Мишин Морай, директор по контракту Жанн Булат, весь будущий в районизированной охраны вынимает. Человек пользуется верхнюю военностью, а приеме КТК возрождается поглядя на весь мир погибших. В настоящее время, если человек, пока не установили связь, мы надеемся, что он жирный, существует войсковую работу. Причины происшествия, что сейчас выясняет созданная как именно следственная группа, мы не исключаем по предварительной инверсии. Различные причины томойного превращения, требования безопасности по томойной инверсии, самовозгорание, химическая реакция, не исключается также умышленный контрольный инверсия. Среди погибших нет гражданских лиц, среди получивших хранения нет гражданских лиц. Все постановшие военнослужащие и местерство оборудования, и местерство крови решения. Есть гражданские служащие военнослужащие охраны. В настоящее время военнослужащие, не делаясь в сторону определений, осуществляют смору в единороговых путей, которые проходят в музей вазохранения, военнослужащие охранения, целью в ближайшее время разобновить нормально.